приветствую тебя мы сегодня с тобой опять в нефаворальной обстановке говорим об английском поэтому на связи павел парамонов и сегодня мы с тобой будем говорить о условных предложениях что такое в английском языке даже как и в русском языке очень много предложений вариантов когда ты хочешь что-то сказать что если что-то будет допустим если ты увидишь кого-то скажи ему если ты придешь туда то я тоже приду туда вот это называется условное предложение в английском языке это также называется пускай тебе не режет ухо это будет if sentence как бы предложение если вот поэтому что тебе нужно понять что есть три таких вот условных предложений вернее три случая использования условного предложения мы сегодня с тобой разберем первый самый начальный и может быть даже самый непонятный потому что он немножечко может быть даже нелогично а может быть и логичен ты уже сам будешь решать но как мне кажется он самый является сложный поэтому сейчас тобой разберем первый случай а использование условного предложения поэтому на доске я сделал такую маленькую запись и фью он и мы с тобой и мы с тобой как бы говорим да если ты увидишь моих друзей if you see my friends то вот во второй части во второй части предложения нас будет invite them to my party и нам с тобой в принципе может быть здесь показаться странным почему здесь эту мыл мы же говорим мы же говорим смотри мы с собой говорим в настоящем но переводим переводим как бы в будущем смотри если ты увидишь моих друзей если ты видишь мои друзей мы говорим как бы на будущее правильно если ты видишь мои друзей если ты что-то сделаешь если ты выучишь английский если ты купишь машину если ты также вот встретишь моих друзей то вот в первом случае в первом случае мы с тобой не будем использовать will мы будем с тобой брать и после if будем писать во второй части предложения в настоящем времени понимаешь то есть если ты увидишь моих друзей if you see my friends invite them to my party пригласи их на мою вечеринку поэтому здесь здесь в принципе в принципе пускай тебя не пугает что здесь нету will она будет но она будет других видео в других частях это вот самое первое начальное очень называют как бы условное предложение первого способа первого типа поэтому вот если тебе здесь все понятно то приведи свой пример давай вот так допустим приведел сейчас свой пример под этим видео что я понимал что тебе понятно о чем идет речь и как когда здесь нужно что использовать поэтому смотри if на первое место если ты говоришь в настоящем времени то есть если ты видишь пригласи если ты видишь купи если ты найдешь а дай и все и все то есть просто if в первом случае вы не надо поэтому уверен тебе здесь было все понятно поэтому до встречи с тобой был павел парамонов и до встречи следующих видео пока пока